Праздник мира, радости и добра. В минувшую субботу православные христиане встретили Рождество Христова. Ясли младенца Иисуса Христа с праздничной иллюминацией украсили множество храмов по всему региону. Этот рождественский вертеп установлен возле часовни святителя Афанасия Ковровского в Богородице Рождественском монастыре. А вот главное торжество прошло в Успенском соборе. Богослужение возглавил митрополит Владимирский Иисус Дальский Тихон. К слову, это первое Рождество без ковидных ограничений. За праздничную ночь, раннюю и позднюю литургии Свято-Успенский кафедральный собор во Владимире посетили сотни верующих. 30-ти градусный мороз не стал помехой. По традиции в Рождество Христово храм заполнен прихожанами. Здесь начинается очередь на исповедь. Многие хотят причаститься, а перед этим важно успеть покаяться. А пока люди возносят свои молитвы и не скрывают радости. О чем просите вы? Чтобы все было хорошо в семье, о здоровье, своих близких, о мире, нашей стране. А что ждете от этого года, который начался? Что-то светлое, хорошее, побольше радости. Посещение храма в Рождество Христово для большинства народа старая и добрая традиция. Екатерина Корешкова была на ночном богослужении, а теперь пришла на позднюю литургию. Пропустить не могла. В торжестве принимает участие детский архиерейский хор. В нем поют две ее дочери. Еще несколько часов назад девочки молились вместе с мамой, а теперь участвуют в богослужении сами. Дети выбрали сами такое для себя испытание. Сказали, что мы не можем пропустить ночную службу традиционную. Они с детства, с самых маленьких лет ждут всегда этого дня. Что вы сейчас чувствуете? Какие эмоции? Радость, тишину, благодать Божию. Господь сподобил причаститься этой ночью. И ждем только всего светлого и радостного. Яна Желновач встречает Рождество с семилетней дочерью. Женщина признается, что не говела, однако во время поста пришлось бороться с разными искушениями. Иногда хотелось и голос повысить, и позлиться, и пообижаться, и поплакать. Уныние находила, накатывала, конечно, очень часто, но как-то справилась. Есть кому показывать пример. Ребенок вот семь лет, поэтому если расклеюсь я, полетит все. На поздней литургии поют три хора. Служат шесть священнослужителей. Все в белоснежном облачении, в белых цветах и убранство собора. В знак чистоты мыслей и добрых дел. В храме установлены ели, они символизируют возрождение жизни. Рождество Христово – один из главных православных праздников. Как учит церковь, Христос родился для спасения человечества. Настало спасение рода человеческого от греха, проклятия и смерти. То есть всех тех страшных наказаний, которые были с момента падения рода человеческого, грехопадения. И вот Господь нас избавил и от греха, который на нас тех тяготит, и от проклятия. На празднике официальные лица города и области. Дмитрий Наумов, глава Владимира, подарил митрополиту икону патриарха Московского Тихона. Образ, кстати, написали мастера из Мстеры. От Белого дома – заместитель губернатора области Владимир Куимов. Он отстоял всю службу. Мы этот праздник в семье отмечаем очень давно, когда еще был Советский Союз. Еще по-разному относились и даже запрещали. Меня впервые привели в храм, вот осознанно, да. В 84-м году я совсем школьником был. Это была советская страна. Но поскольку в моей семье все были верующие, то, соответственно, Рождество было для нас всегда праздником. Праздник завершился концертом детского архиерейского хора и воспитанников воскресной школы Свято-Успенского кафедрального собора. Каждый исполнитель получил новогодний подарок. Рождество Твое, Христе Боже наш, Господь сия и раби свет разума. 40-дневный пост позади, впереди 10 дней святок, время народных гуляний и добрых дел. Это период от Рождества Христова до Крещенского Сочельника. Ну а Крещение Господне православные христиане отметят 19 января. Евгений Павлов, Руслан Павлухин, 6 канал.